Продолжаю делиться секретами программирования, которые на самом деле, конечно же, никакие не секреты, но почему-то не все об этом знают, особенно это касается начинающих. Сегодня расскажу о том, как можно возвращать значения через параметры. Итак, рассмотрим сегодня один очень простой вопрос, который, однако, не понимают некоторые начинающие программисты. А на мысль записать это видео меня натолкнул спор с одним из начинающих вот таких программистов в комментариях о том, что в Pascal значения возвращать могут только функции, но не процедуры. На самом деле это, конечно же, не так, потому что значения могут возвращать и функции, и процедуры. Только у функции, в отличие от процедуры, есть еще один способ возврата значений. Самый простой, для этого, в общем-то, и придуманы функции, и это, пожалуй, единственное отличие функции от процедур. Вот сейчас вы видите на экране, как это работает. То есть мы пишем имя переменной слева, потом знак присваивания, и потом имя функции. И, соответственно, результат, который возвращает эта функция, будет присвоен переменной x. Этот код прост и понятен, поэтому в тех случаях, когда необходимо вернуть одно значение, чаще всего используются именно функции. Но что делать, если надо вернуть не одно, а несколько значений в несколько переменных? Это также возможно. Сделать это можно одним из двух способов. Первый – это использовать указатели, но это сложновато для новичков, поэтому данный способ здесь рассматривать не будем. А второй способ достаточно простой. Надо лишь перед параметром функции или процедуры, в которой надо вернуть значение, указать ключевое слово var. Например, вот так, как вы видите на экране. То есть процедура в данном случае, но это может быть точно так же и функция. Дальше у нас в скобках перечисляются параметры, и если перед параметром указать слово var, то этот параметр можно будет передать не только в процедуру или функцию, но и получить в этот же параметр какое-то значение. Ну вот здесь мы, допустим, к x прибавили число 100, соответственно, если мы сюда передадим, допустим, 10, то вернется уже 110. Ну, как я уже сказал, это точно так же будет работать и в функциях, и, разумеется, таких переменных может быть несколько. Ну, вот здесь, например, мы два параметра используем, и в оба из этих параметра можно передать значение в вызывающую программу. Ну, давайте пример посмотрим. То есть есть вот у нас какие-то переменные. Вот наша процедура, да, myproc. Есть myproc2, где мы используем два параметра. Ну, и функция также для примера. То есть здесь мы можем получить результат не только обычным способом, но еще и через параметр. То есть вот эта функция возвращает не один результат, не одно значение, а два получается. Ну, давайте еще пробежимся по основной программе. То есть мы присваиваем здесь значение resp, переменное resp значение 2, передаем ее, эту переменную, в процедуру myproc. Потом выводим на экран полученное значение. И, как видите, myproc что делает? Она, ну, по сути, возводит в квадрат число. То есть она, если у нас здесь число 2, то она 2 умножит на 2. То есть до вызова процедуры у нас resp равно 2, а после вызова она будет равно 4. То есть вот здесь мы выведем на экран число 4. Давайте посмотрим. Вот оно первое число. Оно у нас как раз таки число 4. Дальше. Используем нашу функцию myfunk. Что у нас здесь будет? То есть мы, resp у нас сейчас равно 4, да, мы помним. Передаем функцию, это значение. А в этой функции у нас к значению первого параметра будет прибавлено значение второго параметра. Прошу прощения, не туда посмотрел. Будет так же, как в предыдущем случае, возведено в квадрат число. То есть будет выведено в итоге число 16. То есть вот в эту переменную мы передаем число 4, а получаем число 16. А вот вернет уже функция непосредственно. То есть здесь мы уже имеем число 16, да, и еще умножаем на его же. И в итоге вернет эта функция. То есть вот в эту переменную resf уже будет возвращено число 256. Ну, как видите, так оно и есть. Ну и, наконец, процедура с двумя параметрами. Здесь мы опять присваиваем значение нашим переменным resf число 2, resf число 3. Соответственно, первый параметр у нас 2, 2, 3. Что делает эта процедура? Складывает первый параметр со вторым и возвращает его в первый параметр. А здесь второй параметр умножает, ну, так же возводит в квадрат и возвращает так же во второй параметр. Следовательно, переменная resf вот эта будет равна 5, а resf будет равна 9, потому что 3 на 3, 9, да, а 2 плюс 3 это 5. Ну и здесь, понятно, ничего неожиданного не происходит. Все так, как мы и ожидали. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, все было понятно. Если кто-то что-то пропустил, можете почитать статью. Если смотрите на YouTube, то ссылка под видео. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. До следующих видео. Пока.